Привет, зрители! Для кого-то это долгожданное видео мытья посуды номер два. Мотивационное видео для тех, кто накопил посуду, как я, допустим. А помыть все никогда-никак. Я тут сегодня забрала сазон средства для мытья посуды от фирмы Пронатурик. Мне очень понравилось дизайн у него. Во-первых, Пронатурик название, во-вторых, он Мишку, видите? Я тут пошаманила с камерой и поняла, что меня будет видно. Ну, в смысле, будет видно и мои руки, и посуду. Сейчас я губочку всмочу. Средства концентрированные. Можно мыть еще и овощи, фруктами, а также детские игрушки. Блин, так обалденно пахнет свеженьким цитрусом. Если ты смотрел, у меня мытье посуды со средством из Пикс Прайса, которое, кстати, совсем чуть-чуть, но осталось, но новое все же тоже надо, то, наверное, в курсе, что я сначала намыливаю посуду, а потом уже ее полностью укачиваю. Ну, отдельно уже все. Во-первых, это экономит воду. Нет. Если у тебя стоят щечки на воду и тебе плевать на экологию, то и средство-то тебе такое, наверное, будет тоже ни к чему. А если ты хоть чуть-чуть назаботишься о нашей природе, то, соответственно, я думаю, поймешь мой посыл насчет того, что сначала надо намылить, а потом уже включить воду и смывать. А не намыливайте, пока льется вода сама по себе. Вода все-таки у нас, наверное, тоже не резиновая. Ну, я стараюсь, как бы, не то, чтобы совсем уж быть ближе к природе, в таком случае мне бы порошок горчичный подошел, а я семена жмыха, точнее, жмых от семян горчицы еще пока не измельчила и не тестировала насчет того, будут ли они тем самым порошком, который отмывается на свете. Мне еще нравится вот так вот чашку какую-нибудь намылила, а потом ложки в нее складывать. Может, конечно, это не ахти такая, что большая гора посуды, но на самом деле это у меня посуда немножко со вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Так получилось, что это не очень хорошо чувствовала и не было мне сил помыть посуду. Посудомойки у меня нет, как-то, наверное, не мог понять. Ее тут ставить некуда. Состав там очень щадящий у этого средства. Ну и сейчас просто посмотрим, на сколько этой капли хватит. Это совсем капля, тут чуть побольше, чем капля была. Почему я ложки, вилки, вставляю вот так в участке или баночке? Мне так удобнее потом просто брать. Ну и как бы я знаю, какую я уже намылила, а какую нет. Неплохо отмывают стеклянную чашку. На стекло у меня чай стабильно наседает, только так. У меня крышка сковородочка. Я на ней сегодня на горчичном масле, которое сама же отжала масло пресса на днях, поджаривала картошку вареную. Вот, кстати, надо немножко, наверное, смочить губку, потому что пена как-то... Вот, пена снова пошла. Подсохла у меня эта губка. Мне не первый человек уже просил записать еще видео, как я делаю сборку, но я пока никак не заображу, как бы так удачно поставить штатив и самой при этом встать, чтобы все это видно было. Хотя я специально для своего друга, лифониста, напишивала, как играет моя кошка с котенком на штативе, на камеру, на которую, кстати, сейчас пишу. Сегодня в очередной раз узнала о существовании всяких идиотов. Ну, в смысле, в том плане, что если я вот рисую людей, то кого бы я не нарисовала, значит, я вот к этому человеку делаю на душу. Ну, это людей касается. Думаю, вот я рисовала, допустим, там, животных. Бубка закончилась, надо еще. Сейчас я просто одну капельку каплю. У меня тут в одной миске есть как бы жидкость. Вообще, немного посуды я вчера все-таки осилила, помыла. Но не все. Поэтому у меня вот тут попалась крышка от кувшина из-под воды. И да, у меня иногда вот так бывает, что сложно понять их достать. Я делаю это вдвое выхода. То есть намыливаю, потом смываю, накачиваю посуду, и уже вторую часть, которая осталась в раковине, снова намыливаю. Ну, в смысле, тоже намыливаю. Я вот так что-то сейчас приноровилась. Конечно, если посуды поменьше, то это намного быстрее идет. Ну, думаю, что можно сейчас вот это уже тут подсмывать. У нас такой прикол очень долго. В последнее время из горячего крана, это кралка такая горячая, такой фондон слева, плечет холодная вода. все хорошо, без всяких слоев воду. еще я иногда вот так делаю. Кучку мелкие ложки я качиваю. Когда тушилка маленькая, я мелкие мелкие ложки я делаю воду отдельно. И теперь она нагрелась. Короче, так, в последнее время, очень проблемно регулировать воду. Сначала она идет очень долго холодная из горячего крана. Ну, из горячей. Ну, наверное, из горячего крана. А потом становится очень горячей, добавляешь холодной и раз на раз, чтобы так вот нормально разбавить. Наверное, в принципе, я могу записать для вас, как я протираю пыль со стола. Если такой вариант интересен, то я вот сейчас подумала, что, наверное, сображу, как поставить такой. Единственное, что, когда я убираю на столе компьютером пыль, протирают, то я все вещи снимаю на кровать, там, на ступочку, еще куда-то. И, может быть, вот не видно, куда я их понесла, но сам процесс уборки вот виден. Если такой вариант вам подходит, то можете дать знать в комментарии. ну и все, Катя просила мум-банк записать. Мне тут в последнее время как-то, ну, я не очень загоняюсь едой, то меня угостила, сетра, тут борщиком, что еще чем-то угостили. То у меня там была посоль, которую я вот прям от души так сварила, замочить, замочила, потом поняла, что в эту кастрюльку она не влезает, разделила на две. Одну варила в рыбном бульоне под морской закатой. А другое варила просто в воде, потому что мне нужна аквапаба, я хочу сделать этот десерт. Столкнулась с двумя неадекватными бабами сегодня. Ну, как, одна-то давно неадекватная, другая-то оказалась неадекватная. Вы знаете, когда человеку нет что-то зацепиться, он начинает находиться по чужой внешности, приписывая то, чего нет в своей комплексе. Хозяин, умный человек, мне сказал, что мы с ней с одной из двух баб, с той, которая, я давно поняла, что она неадекватная. с момента, как про ее с утра не узнала. Мы друг друга цепляем. Я-то ее давно уже обхожу стороной, когда поняла, что если я ее лайкну, просто потому, что мне камень понравился. Ну, был у меня там конфликт с подачей этой бабы, с некоторыми бабами еще. Но, как бы лайкнула камень бабы, которая меня пыталась захлейтить, или вы их понятие это правда не захлейтить, а, наверное, такая дофига критика. И они нормально реагировали, что я их лайку, но потому, что как бы их камень соответствует моему мировоззрению. И в этой принципе, если бы она изначально на меня бычить не стала, учитывая, что она в одном месте пыталась со своего аккаунта, как бы, одноводника, в другом месте другое. Я даже не знала, что это не два разных человека, а один. То я бы из них вполне могла бы подружиться. Я миролюбивая. Но, оказывается, и вот лайкнешь комментарий, а там истерика пойдет на несколько дней, а потом анонимные посты про меня в предложку. Я-то пишу от своего лица. Мне скрывать нечего. Не понимаю таких бабосы, честно, людей вообще. Когда вот полтора земли копа на одного набрасываются. Всячески пытаются ему дать понять, какое ничтожное в сравнении с ними. Они, наверное, думают, ну, я так поняла, что единственное, что они рассчитывают, что я должна сама выпилиться из этой группы, перестать писать отзывы на рекординг, снимать видео на ютуб, потому что ютуб тоже туда приволакивали. Плоть до того, что проходились по моей инвалидности непрямым текстом, но по моим молочным зубам тоже оттуда подружиться. поняла, что правда не когда она меня сегодня каменкнула. Причем со смайлом я подумала, что может она нашла общий язык с собой, но стала адекватной, с ней можно найти нормальный язык общий, можно подружиться, чисто чтобы опять пройтись по моей внешности. Я не против людей, у которых искусственно созданное лицо, губы филлерами набиты, брови ботоксом накрашены и прочее. Ну как бы кто как хочет и делает со своим лицом что хочется с телом. Мало ли что и как. ой я забыла эту сковородку катить и затянула и вода у меня тут прям осталась в смысле закрыла эту дырочку мне так нравится этот лимонный аромат лаймовый ну наглот дама пошла снова по мне я сегодня внезапно поняла благодаря этому человеку вообще не ожидала что за меня внезапно даже кто-то плюс минус заступится в этом сообществе ну точнее я сначала думала что там как бы ну можно найти какого-нибудь друга по интересам все-таки все пишут отзывы на Арики кто там сидит но я жестоко ошиблась потому что ну как-то вот когда я думала что я нашла друзей и трудилась так что я немножко посчиталась счетчики на обзорку и перекрытие на Арики вот столько людей стало радоваться тому что у меня какая-то там проблема хотя у них точно такие же проблемы бывали я не знаю что они ждали но я написала девочке со смайлами тогда в чат что типа почему вы так радуетесь чужой проблеме ну типа да я не это невнимательно посмотрела мне надо писать еще один отзыв почему вы так радуетесь чужой проблеме что с вами не так ну они нам стали как-то радоваться но видимо реально для них это было в порядке вещей что-то подобное высмеивать чужие ошибки забыв при этом что у них точно такие ошибки не было и уж хейтить человека только потому что мне первые дали какой-то тоник на затест а кому-то там не дали вообще хейтить эту косметику если так ну не нравится эта косметика но не пользуюсь этой косметикой короче я сегодня уже когда разочаровалась в людях этих внезапно так приятно было осознать что все-таки там сохранились адекватные разумные личности ну да этот прикол с тем что я там кого-то нарисовала значит я в человека влюбилась тут у меня пелые нулевося это я вроде мало нет ну да бывает что я что-то намыливаю повторно я потом перерью часть из этой бутылки в ту свою емкость под средство для мытья посуды думаю что там можно разбавить водой потому что она реально концентрированная предыдущее средство я тоже разбавляла водой где-то один к одному мне немножко тут осталось и на губке что-то еще есть буквально еще ложечка вилочкой пиалочка в таких пиалочках у меня кошка часто ест ну бывает так что у нее куча всякой еды в ее трех мисках я ей что-то еще припишиваю увидела там у меня что захотелось и я ей наливаю в такую пиалочку а потом мою так вот и там все вот сколько у нас тресло использовалась ну можно сказать капель капель 6 или 7 ваку думаю что-то нормально потому что обычно у меня больше уходит тресла иного ну какое-нибудь там сорти я включила все четыре микрофона я не знаю на сколько громко я говорю может быть вы хотели чисто повстыкать водой потому что возможно кого-то это сам эрик так вот у меня насчет мунблангов я тут подсела на апельсины за месяц лишним может даже два очень странно я их ем я их режу на четвертинки причем не так как принято как-то немножко иначе и выгрызаю ну а из этой у меня сейчас пока бульон рыбный мой суп свой рыбный так я туда процедила его после рыбки варила морской рыб закинула специи для рыбы но они изначально с рыбой варили это потом как бы укроп замороженный и соль у меня это получился просто рыбный бульон с укропом может добавлю там картошку морковку сделаю суп может так и по-моему на раз еще это по соли укропом это вот из готового тут я еще варениками прыгаю в гостили никогда не пробовала может после мытья как улы сварюсь да что-то у меня так получилось что я сегодня в очередной раз забыла поесть вот оно еще у меня наруженое мясо с рисом ну как бы такой кусок лак наверное был фарш с рисом я хотела видимо что-то делать я его достала потом маринованные замороженные грибы достала поняла что у меня очень много в этот раз в морозилке всяких замороженных овощей там феррик помидор кабачки микро коченки капусты кулак такие у нас две осени подряд рождаются и думаю сделать в медленной варке покушить овощей с мясом с грибами ну и потом может тогда их поем как раз на камеру я еще на день записала отчет по сывороткам ну в смысле как они мне из всех четырех мне только одна подошла но у меня тут что-то как-то не получалось смонтировать что голова болела что состояние такое было что я понимаю что не могу так призаточиться поэтому вчера убирала себя в шкафах ну частично так вот андрича который я зимний убирала вон присоль газеты еще что-то убирала в сад на днях ходили с тетей я туда бумага не переносила разбирала еще у меня там вещи есть в деревне которые в прошлом году забыли в каком-то плане это хорошо потому что виду там ну как бы сидели надо было сразу сундук убирать а сундук уже был недоступен скорее всего когда поезд вставлять в чел чтобы я смогла им там эти вещи деревенские отдать два пакета я решилась туда еще в деревню пару а там такие подушки что мне вот некомфортно на одной плоской подушке спать мне надо две плоски в подушке в идеале три плоски в подушке а с этими двумянками мне будет даже нормально ну и еще какие-то вещи которые как бы не мои но пригодятся в деревне но отдали мне у них таклежка а у меня то однушка мне это не еще было бы идеально если когда поезд вставляют в чел то у меня заберут эти вещи просто сложила так чтобы если подводят допустим так ну через полчаса выезжая вынесли чтобы можно было с одного места достать и унести а не соображать где что лежит там неси такие допотопные механические у меня больше чем 5 килограмм были малые так же потери там конечно есть висы которые туда вывезли эти киперки вот так говорят с камерой ничего больше нету иногда бывает так вроде все вымыло потом раз один вилка слилась сыра солиная я ее не заметила это перчатка уже приказала долго жить а это еще ничего я купила набор перчаток поближе в камеру принесу вот это средство сейчас зачитает про натурик средство белоразлагаемое для мытья посуды с ароматом лайма концентрированное профессиональное средство для мытья всех видов посуды кухонного инвентаря овощей фруктов и детских игрушек от любых видов загрязнения средство полностью смывается не оставляет следов на посуде эффективно устраняет запахи ударяет жир даже в ледяной воде но в ледяной воде я к сожалению не мыла кстати это делают чувашка в чебоксарах в чебоксарах я была я когда покупала не глянула что оно в чебоксарах было эко попробуйте всю линейку средств бренда я кстати видела у них еще 5 литровые такие канистры средства для мытья посуды но я что-то подумала куда мне теперь литр можно попробовать пока хотя бы вот такое купить в общем если вам зашло такое видео то поставьте пальчик вверху если вам хочется подобного то напишите мне в комментариях если хочется чего-то еще ли вы просили а я забыла записать то это напомните мне я не кусаюсь но вот забыть вполне себе могла всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал где-то будет облачко сейчас я вам кошку покажу которая тут луркает в кадре я десу вот кошка куле пошла ну и всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...